Нежные весенние цветы, теплые краски, пробуждение природы и общая атмосфера первого праздника весны в светлом выставочном зале детской художественной школы. Благодаря панорамным окнам и современному освещению экспозиции здесь получаются совершенно особенные. Как поделился директор школы Александр Кобыльцов, выставка «Весеннее путешествие» должна была экспонироваться в другие сроки, но для начала марта оказалась как нельзя кстати. Это уже пятый замечательный проект, который позволяет нам путешествовать прямо здесь, у нас в городе Абакани. Я напоминаю, мы были в Пермском крае, мы были в Красноярском крае, в республике Тыва и Булятии. И сейчас, конечно, время цветов, время любви, которое все очень-очень ждали. Более 170 работ, 60 мастеров живописи представлено в экспозиции. В выставочный зал вместил только 120, остальные украшают стены детской художественной школы. Это картины художников Хакасии и юга Красноярского края. И, конечно, педагогов абаканской художки. Ну а учащиеся в числе ценителей работ своих наставников. Работы очень яркие, позитивные. И сразу видно мастерство тех авторов, которые трудились над ними. Мне больше всего понравились работы Марии Леонидовны, Пономарёвой. Пономарёвы, они очень отличаются и выделяются среди всех работ, ну, по моему мнению. Потому что они, каждая работа её излучает, такое какое-то яркое, прям сочное, какой-то дух, настрой её, что она писала в очень весёлом, хорошем настроении. Прекрасная выставка. Она очень разнообразная. Здесь разные техники. И можно стоять буквально около каждой работы часами, разглядывая детали. Потому что и направления разные, и этнические очень интересные работы. И здесь есть такие работы, которые я на самом деле даже технику первый раз вижу, когда тонкой кистью буквально по абсолютно чёрному полотну вот впечатлилось. Ну и, конечно, графика очень красивая, очень интересная. Поэтому великолепная выставка. Прекрасно, что у нас есть теперь ещё и такой зал выставочный, светлый, гостеприимный. Выставка «Весеннее путешествие» – это ещё и ода женщине. Как минимум треть картин – женские портреты. С полотен на нас смотрят самые разные представительницы прекрасного пола. Задумчивые и загадочные, строгие и восторженные, сильные и уверенные, совсем юные и умудрённые опытом. Подруги, мамы, сёстры, коллеги. Я думаю, все любят писать женские портреты, особенно мужчины. Я в своих загашниках, когда ко мне обратились, нашёл у меня такая была серия «Эльфы Хонгороя». Но я не просто абстрактные хотел портреты брать. А вот на одном из них Тамара Николаевна Чустеева, наш великий голос, я считаю, хакасский. А вторая – Маша Чаптыкова, тоже прекраснейший наш театральный художник. Я и отразил, скажем так, приятных моему сердцу, моему общению женщин и пофантазировал. Подарите себе короткое, но яркое весеннее путешествие. Экспозиция в выставочном зале детской художественной школы имени Каратанова будет работать до конца марта.